МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие тайны скрывает прошлое? Как изменят жизнь технологии будущего? То, что казалось фантастикой вчера, может стать реальностью завтра. И об этом мы расскажем сегодня. В эфире «Загадки человечества». Сегодня в программе. Гроза врагов Америки. В МС США обвинили российское океанографическое судно в поломке нового авианосца Джеральд Форд. Как старый советский корабль сумел вывести из строя американскую новинку? И почему эксперты назвали Форд самым дорогим провалом Америки? У Соединенных Штатов нет другого выхода, кроме как продолжать создавать плавучий аэродром? В секретной лаборатории США болгарская журналистка Дилиана Гайтанджиева обвинила Америку в создании биологического оружия. Где и для чего американцы разрабатывают смертоносные вирусы? Почему Пентагон руководит подготовкой биологического оружия в 25 странах, которые направлены против главных врагов США? Россия, Китая и Ирана? Нет, нет. Тайна смертей на озере Ботом. В Финляндии выплатили компенсацию подозреваемому в убийствах туристов. Почему следователи обвинили выжившего после нападения Нильса Густавсена в преступлении 40-летней давности? И кто на самом деле убивал отдыхающих? И он сказал, что он видел некого человека с красными глазами, полными ненависти. Вот он начал свой кровавый танец. Тайна Чингисхана. Кем был этот человек? Великим полководцем или китайским шпионом? Исследователи считают, что легендарный завоеватель работал на династию Сун. Монгольская империя была самой большой сухопутной империей. Занимала она пятую часть обитаемой суши планеты Земля. Шокирующая гипотеза. Психологи назвали любовь к алкоголю и нецензурной лексике признаками гениальности. Кто из великих не расставался с бутылкой? И почему легендарная Фаина Раневская считала мат признаком хорошего человека? Это не есть ограничение, а это есть какой-то признак дополнительной свободы. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. В МС США обвинили российское океанографическое судно Виктор Леонов в поломке гордости Америки, нового авианосца Джеральд Форд. Якобы наш корабль два дня преследовал Форд и облучал его неизвестными радарами. Морякам даже пришлось вызвать на подмогу эсминец «Коул», закрывший собой корпус авианосца. Джеральд Форд – это новая серия многоцелевых атомных авианосцев ВМС США. По размерам этот корабль похож на плавучий город с населением в 2600 человек. Военные не скрывают, что сегодня авианосец еще не готов заступить на службу. У него слишком много недоделок и недостатков. По оценке специалистов, на их исправление уйдет не менее двух лет и миллионы долларов. Почему эксперты называют Форд самым дорогим провалом Америки? И может ли этот корабль стать угрозой для России? После встречи с судном еще советской постройки Виктор Леонов американцы отправили авианосец Джеральд Форд на ремонт. Самое удивительное, что, по словам самих же американцев, Леонов целых два дня преследовал главный корабль США. И это при том, что максимальная скорость нашего судна – 29 километров в час, а Джеральда Форда – в два раза больше. Американские эксперты признаются, сегодня так называемый символ американского могущества, тяжелый атомный авианосец Джеральд Форд стал угрозой не для врагов Америки, а для ее бюджета. Он уже обошелся США в 13 миллиардов долларов. Это наиболее дорогой корабль в мире. Но самое невероятное, что он даже не может выйти в море. Не будет Форда. Это испытательная платформа. Поэтому можно анонсировать все, что угодно, и надеяться, что это не будет. Система затратится только денег, работать она не будет. Моряки шутят. Без проблем Джеральд Форд может только утонуть. На корабле неполадки со взлетом и посадкой самолетов, управлением воздушного движения, самообороной и доставкой вооружения на борт. То есть мало создать один авианосец. Нужно создать еще кучу навигационных систем, запустить десятки сфутников. Только тогда это все будет работать. В рапорте для руководства Пентагона директор оперативного тестирования Майкл Гилмор написал, все, что может Джеральд Форд, это плавать у причала. И то, если его не трогать. Разочарование офицера вполне объяснимо. По обе стороны океана аналитики не раз заявляли, что век авианосцев прошел. Но тогда зачем американцы продолжают их строить? У Соединенных Штатов нет другого выхода, кроме как продолжать создавать плавучие аэродромы. Они будут их совершенствовать, все такое прочее. Но большой шкаф громко падает, поэтому его надо охранять. Сам по себе авианосец не имеет никакого особого боевого потенциала. Гордостью Форда должны были стать уникальные электромагнитные катапульты. На старых авианосцах самолеты разгоняли паровые конструкции. Но на испытаниях выяснилось, новые системы дают сбой на каждом 20-м запуске. Они могут сжечь электронную начинку самолета или запустить его прямиком в море. Век авианосцев, как доминирующей силой, и авианосцев ударных групп заканчивается. С учетом, опять же, вот этих ракет гиперзвуковых, с учетом авиации. Несмотря на все трудности, Пентагон собирается построить еще три таких авианосца. Каждый из них сможет нести до 90 единиц авиатехники, вертолеты различного назначения, истребители, самолеты разведки, радиоэлектронной борьбы и связи, ударные беспилотники. Но для начала авианосец должен хотя бы раз отойти от причала. Болгарская журналистка Деляна Гайтанджиева опубликовала сенсационный доклад. Она утверждает, вопреки международным конвенциям ООН, США разрабатывают биологическое оружие. Гайтанджиева заявила, что секретные лаборатории Пентагона находятся в 25 странах мира, в том числе в Грузии, на Украине, на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и Африке. Что же на самом деле там происходит? Какие эксперименты проводят американские ученые на территории чужих стран? И чем это угрожает России? Недавно в Брюсселе, на конференции, посвященной биобезопасности и готовности Европы к угрозам биологического оружия, болгарская журналистка Деляна Гайтанджиева попыталась выступить со своим докладом о секретных лабораториях США. Удивительно, но в Евросоюзе, где якобы есть свобода слова, девушки просто не дали высказаться и даже попросили покинуть заседание. Почему Пентагон руководит подготовкой биологического оружия в 25 странах, которые направлены против главных врагов США? Россия, Китая и Ирана. Нет, нет. Почему? Это не расследование. Почему вы говорите о... Конечно, я не позволю вам. На этом все. Большое спасибо. Еще один вопрос. Одним из первых доклад изучил руководитель информационного агентства Константин Кнырик. Он считает, что в секретных лабораториях США готовятся к энтомологической войне. Предположительно, распространителями нового биологического оружия могут стать комары, клещи и мухи. Они отчетливо понимают, что имея в своем арсенале биологическое оружие, они могут вполне без проблем развязать новый вид Третьей мировой войны. Деляна Гайтанджиева считает, что один из таких исследовательских центров находится в Грузии. С 2011 года в пригороде Тбилиси работает американская биологическая лаборатория имени сенатора Ричарда Лугара. Что именно изучают в этом учреждении, неизвестно. Все эксперименты под грифом «секретно». Поэтому мы будем работать с Грузией, чтобы улучшить состояние здоровья населения этой страны. А также это может оказать влияние на здоровье населения всего мира. В окрестностях этой лаборатории недавно появились морозоустойчивые мухи. Вопреки всем законам природы, эти насекомые не впадают в спячку зимой и не чувствуют холода. Эксперты считают, что эти насекомые мутанты могут быть переносчиками смертельных вирусов. В России эксперты обвиняют грузинскую сеть биолабораторий в занесении на российскую территорию африканской чумы свиней. А в Абхазии вдруг обнаружили смертоносных комаров. Они являются переносчиком вируса Зика. Никогда в северном полушарии они вообще не появлялись. Это исключительно южноамериканский комар. Но тем не менее, он уже появился. Согласно докладу Деляны Гайтанджиевой, вторая биолаборатория США может находиться на территории Украины. У нас есть конкретные случаи, будь то на примере Украины, когда использование вирусов, в частности, вируса свиного гриппа, привели к тому, что конкретно территория Украины была вынуждена закупать потом сало в Польше. По словам Константина Кнырика, проверить работу этих лабораторий международные комиссии не могут. Доступ на объекты есть только у американцев. Доподлинно известно, что биологические лаборатории есть в Азербайджане, в Армении, в Казахстане. С использованием всякого рода биологических элементов можно устроить либо какую-то эпидемию, уничтожить поголовье скота, в то же время можно уничтожить непосредственно людей. Деляна Гайтанджиева планировала продолжить расследование и найти доказательства нарушения США Конвенции ООН. Но неожиданно журналистку уволили с работы. А потом, по словам Деляны, на нее вышли американские спецслужбы. Они задавали мне много вопросов, выпытывая каждую деталь. Они хотели знать как можно больше об источниках моей информации. Насколько я поняла, они возбудили расследование, касающееся слитых документов. Деляна Гайтанджиева утверждает, что 25 лабораторий США образуют единую сеть по всему миру. С ее помощью американцы могут бесконтрольно распространять биологическое оружие. Далее в программе. Тайна Чингисхана. Кем был этот человек? Великим полководцем или китайским шпионом? Исследователи считают, что легендарный завоеватель работал на династию Сун. Монгольская империя была самой большой сухопутной империей. Занимала она пятую часть обитаемой свыше планеты Земля. Шокирующая гипотеза. Психологи назвали любовь к алкоголю и нецензурной лексике признаками гениальности. Кто из великих не расставался с бутылкой? И почему легендарная Фаина Раневская считала мат признаком хорошего человека? Это не есть ограничение, а это есть какой-то признак дополнительной свободы. Темное прошлое Останкинской усадьбы. Мистики утверждают, что во дворце графа Шереметьева живет призрак черной ведьмы. Откуда он взялся? И кто стал жертвой зачарованного дома? Она сказала, где две смерти, там и третья за ней идет. Загадка святого Шарбеля. Тело умершего католического монаха не тлеет более ста лет. Как этот феномен объясняют ученые? И почему священники спрятали мощи от паломников? Однажды в ночь на 22 января 1993 года ко мне во сне явился святой Шарбель. Он сказал, что исцелит меня и провел операцию прямо во сне. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Сенсационное открытие ученых. Исследователи утверждают, что каждый 400 человек на планете это примерно 16 миллионов людей родственник Чингисхана. По словам британского генетика Криса Тайлера Смитта, полководец был самым плодовитым отцом в истории. Он имел более трех тысяч жен и наложниц. Чингисхан передал свои гены практически всем побежденным ордой нациям. Но как обычному сироте удалось создать одну из самых могущественных империй мира, кто научил его военному делу и управлению огромной государственной машиной? И почему историки считают, что великий полководец был шпионом китайской династии Сун? Недавно в японском журнале появилась карикатура с изображением Чингисхана. Создатели комиксов изобразили великого полководца с мужскими гениталиями на лбу. Этот рисунок так возмутил монголов, что чуть не стал причиной международного скандала. Возле редакции журнала собралось несколько сотен протестующих. Для монголов Чингисхан национальный герой. Его почитают как святого. И каждый житель страны верит, что в его жилах есть хотя бы капля крови великого полководца. Но на самом деле о происхождении легендарного завоевателя историкам почти ничего не известно. Директор музея кочевой культуры Константин Куксин считает, что официальная биография Чингисхана больше похожа на красивую легенду. Монгольская империя была самой большой сухопутной империей. Занимала она пятую часть обитаемой свыше планеты Земля. И эту державу создал один человек. Простой парень Тимучин и создал величайшее государство. Эксперты задаются вопросом, как в один миг этот юноша превратился из нищего бродяги в опытного военачальника. По мнению историка Александра Мясникова, управлению страной и военному делу Чингисхана научили в Китае. Дело все в том, что Чингисхан не просто создает гигантскую империю, он создает управляемую империю, которую никто никогда не мог сделать. Одна из самых мощных вот этих вот причин, которые держала вот эту Монгольскую империю, это фантастическая бюрократическая машина, которую Чингисхан переработав, ну, взял от китайцев. Чингисхан быстро завоевал практически всю Среднюю Азию. После этого он направил свои войска на штурм Великой Китайской Стены. В те годы Поднебесная состояла из нескольких царств. Самой сильной была династия Цзинь. С ней соперничало княжество Сун. Удивительно, но когда Чингисхан разгромил Цзинь, он не пошел на более слабого противника Сун. Вот почему столь большое внимание к династии Цзинь от Чингисхана? Потому что никогда никаких союзников у него не было. Вдруг во время борьбы с этой главной династией он взял их себе в союзники. Первое время он ничего не делал с этой династией Сун. Они как бы были, ну вот, мы с тобой, мы же вместе, да, но как-то все проще. Некоторые историки считают, что династия Сун смогла подкупить Чингисхана. Но что бедное княжество могло предложить богатейшему завоевателю в мире? Историки считают, что китайцы соблазнили великого монгола Чингисхану было уже около 60 лет. В те времена этот возраст считался преклонным. Тогда мужчины редко доживали даже до 40. Династия Сун отправила к Чингисхану своего самого знаменитого даосского мудреца, алхимика Чанчуня. Он должен был варить для великого монгола секретное снадобье, якобы продлевающее жизнь. То, что Чанчунь помог Чингисхану, возможно, возможно, в благодарность этому человеку некая вета была наложена временно на завоевание Сун. Возможно. Чингисхан сказал, пока этот мудрец там живет, не трогайте их. А он все жил и жил и не умирал. Суеверные монголы поверили в волшебство. Но чудо не случилось. Чанчунь смог продлить жизнь Чингисхана всего на 10 лет. Великий правитель скончался в 72 года. Историки считают, что после смерти Чингиса его внук Хубилай отомстил Сун за обман. Орда полностью уничтожила царство династии. Шокирующее исследование психологов. Специалисты сразу из нескольких ведущих университетов мира заявили, что любовь к алкоголю и нецензурной лексике одни из признаков гениальности. К такому выводу эксперты пришли после изучения биографии нескольких сотен великих деятелей планеты. Оказалось, что люди с уровнем интеллекта выше 130 баллов, как правило, употребляли спиртные напитки не реже одного раза в три дня. Более того, их запас крепких выражений в несколько раз превышает багаж среднестатистического жителя Земли. Кто из знаменитостей не расставался с бутылкой? И почему Фаина Раневская считала мат признаком хорошего человека? Я ненавижу сплетни в виде версий червей сомнения почи стеклу или когда все время против шерсти или когда железом по стеклу. Владимир Высоцкий легенда Советского Союза. Его считают великим театральным актером, а роль Гамлета в его исполнении студентам театральных вузов до сих пор приводят в качестве примера гениальной игры. И это, несмотря на то, что известного Барда часто отстраняли от спектаклей за пьянство. По словам биографов, Высоцкий всю жизнь страдал от депрессии. На самом деле высокий интеллект он неотделим от достаточно высокого уровня тревожности. И вот если алкоголь он снижает уровень тревожности, приглушает на время те стрессовые реакции, которые неизбежны при высоком развитии интеллекта. И принимая алкоголь он получает возможность нивелировать те внутренние зажимы, как ему кажется, которые мешают ему воспринимать должным образом те или иные социальные ситуации. Любовь к выпивке и нецензурной лексике чаще всего приписывают деятелям искусства. Еще Гораций говорил, долго не могут прожить и нравиться стихотворения, раз их писали поэты, что воду лишь пьют. Действительно, среди любителей горячительного много гениальных литераторов. Например, Сергей Есенин прославился на всю столицу не только своими творениями, но и пьяными дебошами. Он регулярно устраивал в ресторанах драки и декламировал матерные стихи. Интеллект это умение создавать новое знание из-за имеющихся предпосылок, формировать качественно новое видение того или иного вопроса. Стереотип, связанный с нецензурной лексикой, он весьма своеобразен, как ни странно. И это тиражируется в том числе в ряде программ СМИ. Но чем бранная лексика гениальных людей отличается от обычной? По словам специалистов, люди с высоким уровнем интеллекта не просто ругаются матом. Они на нем разговаривают, виртуозно вставляя свою речь. Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью. Эта знаменитая фраза советской актрисы Фаины Раневской стала афоризмом. Сама она часто использовала нецензурную лексику. Многие молодые актеры обвиняли Фаину Георгиевну в грубости. Но Раневская утверждала, что обидеть она может только случайно. А мат это часть культуры нашего народа, которую надо уважать. Это не есть ограничение, а это есть какой-то признак дополнительной свободы. Но не каждый бронящийся это гений и уникум. Речь. Это отражение мысли. То есть то, как человек формулирует фразу, где он ставит акцент, как это наполнено тонами, обертонами, то есть тембровая краска и так далее. Среди прочих отличительных особенностей гениев психологи выделили повышенное состояние стресса, любовь к беспорядку, замкнутость и бессонницу. Оказывается, гении не бывают оптимистами. В их сознании в первую очередь всегда появляются мысли о плохом. есть интеллект инкапсулированный, существующий сам по себе, способный что-то обсуждать, а есть человек с его психофизиологическими реакциями, который переживает стрессы, тревоги и так далее, и интеллект ему может помогать, а может мешать. Человек с высоким интеллектом, сдержанный, не спешащий себя как-то подавать, а больше спешащий ситуацию как-то пропальпировать, понять, о чем она. Впрочем, склонность к выпивке и ругани нельзя считать причиной гениальности. Это лишь следствие. Корень совсем в другом. Ученые из США выяснили, что у людей с высоким уровнем интеллекта мало друзей. Они склонны к меланхолии и часто страдают от депрессии и нервных расстройств. Возможно, именно поэтому они много пьют и крепко выражаются. Далее в программе тайна смертей на озере Бодом. В Финляндии выплатили компенсацию подозреваемому в убийствах туристов. Почему следователи обвинили выжившего после нападения Нильса Густавсена в преступлении 40-летней давности? И кто на самом деле убивал отдыхающих? И он сказал, что он видел некого человека с красными глазами, полными ненависти, будто он начал свой кровавый танец. Монстр из Джорджии. Что это? Реликтовое животное или рыба-мутант? Исследователи считают, что на пляж заповедника Вульфленд выбросило тело детеныша лохнесского чудовища. Кто такие плезиозабры и как чудо-зверь добрался из Шотландского озера в Америку? Это только локальная такая популяция. На глубине они жили. Они живут сейчас и ведут такой образ жизни особенный. Темное прошлое Останкинской усадьбы. Мистики утверждают, что во дворце графа Шереметьева живет призрак черной ведьмы. Откуда он взялся? И кто стал жертвой зачарованного дома? Она сказала, где две смерти, там и третья за ней идет. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Американские инженеры создали трость, способную различать препятствия на расстоянии. В основе конструкции принцип компьютерного моделирования. Трость распознает предметы в радиусе нескольких метров. Затем аппарат передает звуковой сигнал в так называемый трекер. Звуки меняются в зависимости от материалов, из которых сделаны препятствия. От гулково-металлического до сухого-деревянного. На полотне Пикассо, женщина, сидящая на корточках, ученые обнаружили скрытый пейзаж неизвестного художника. Полотно хранится в галерее одного из музеев Торонто. Работу датируют 1902 годом. Во время рентгенографии под слоем краски исследователи нашли скрытое изображение пейзаж Барселоны. Предположительно, рисунок создал неизвестный испанский живописец. Но самое удивительное, фрагменты этого изображения Пикассо использовал в своей работе. Так горный хребет превратился в спину женщины с портрета. На выставке в Эмиратах американские инженеры показали гиперзвуковую капсулу. По плану этот новый вид сверхскоростного транспорта появится в ближайшие годы. Первая линия гиперзвукового метро соединит Абудаби с Дубаем. Предположительно, с помощью капсулы пассажиры смогут попасть из одного города в другой всего за 12 минут. Сейчас этот путь занимает примерно полтора часа. В США, в штате Джорджия, на берег выбросило тело мертвого морского чудовища. Видео со странным животным туристы сняли во время прогулки по заповеднику Вулф-Айленд. Издалека очевидцы приняли его за морского котика, но вблизи это существо оказалось похожим на изображение знаменитого монстра Несси, чудовища из шотландского озера Лох-Несс. Правда, в отличие от легендарного монстра, существо из Джорджии относительно небольшое, размером меньше двух метров. Так что же это такое? Реликтовое животное или современный мутант? Монстр из шотландского озера жив и успешно размножается. К такому выводу пришли жители американского штата Джорджия. Они уверены, что видели на одном из пляжей детеныша Лох-Несс чудовища. Когда эта видеозапись появилась в интернете, версия о потомстве знаменитого чудища стала самой популярной в сети. Специалисты даже нашли объяснение, как потомок шотландского монстра мог появиться в Америке. В 20 веке, когда весь Лох-Несс его сканировали и ничего похожего на Несс не было обнаружено. Но это не говорит о том, что его не существует в принципе. Между различными водными бассейнами существует система подземных коммуникаций. Подводных, подземных подводных, скажем так. И вот эти животные могут переплывать. Жители Джорджии разделились. Одни уверены, что на их пляже нашли тело маленького Несси. Другие считают, что на берег выбросило их домашнего страшилу монстра Алта. О нем рассказывается в легендах местных индейцев. Есть местная легенда о том, что в реке Альтамаха существует некий монстр. И этот монстр наводит ужас на собственно местных жителей. Он то зеленого, то серого цвета и достигает несколько метров. Криптозоологи не скрывают. Мировой океан изучен только на 10%. И в его водах действительно могут скрываться реликтовые виды животных или современные существа-мутанты. Это какая-то неизвестная рептилия, которая может быть и родственницей лохнецкому чудовищу, и нашему лабанкирскому монстру, и каким-то существам из озер китайских тяньчи или наших уральских озер. То есть везде находят похожие существа с длинной шеей, то есть что-то напоминающее плезиозавру. Плезиозавры это древние ящеры. Предположительно они вымерли 65 миллионов лет назад. Изначально эти рептилии были сухопутными, но потом приспособились к жизни в воде. Со временем их конечности превратились в ласты, а бочкообразные тела вытянулись. Считается, что именно так выглядит лохнесское чудовище. Но есть ли шанс, что этим существам действительно удалось выжить? Это морские ящеры, они не выдерживают конкуренции, которая возникла в сети вселения в водную среду, морскую среду, новых хищников, очень хорошо вооруженных, китов, дельфинов, разнообразных косаток, разных млекопитающих, которые собственно перехватили их нишу. Не выдержав конкуренцию, они в общем ушли со сцены. Американский биолог Дуглас МакКоли выдвинул свою версию происхождения монстра из Джорджии. По его словам, это полусгнившая туша одного из морских животных или большой рыбы. Дело в том, что при разложении в воде их тела могут приобретать странные формы, напоминающие доисторических существ. МакКоли уверен, что чудовище из Джорджии могло быть плащеносной акулой. Акула, дожившая до нашего времени, живоископаемая, и она характерна тем, что у нее змеевидная, змеобразная форма тела. Это только локальная такая популяция, на глубине они жили, они живут сейчас около 100 метров и в общем ведут такой образ жизни особенный. Однако доказать свою гипотезу биологу не удалось. Уникальные останки смыло волной во время шторма. Все, что осталось от удивительной находки, любительское видео. Но, по словам экспертов, для полноценных исследований эта картинка непригодна. В первую очередь специалистов интересовало ДНК этого существа, но получить его так и не удалось. Этой осенью в Останкине в усадьбе Шереметьевых возобновят реставрационные работы. С таким заявлением выступил глава столичного департамента культурного наследия. Дворец театра в усадьбе Останкино это уникальный памятник русского искусства 18 века. В доме сохранилась не имеющая аналогов в мире комната трансформер, превращающая бальный зал в театральную сцену. По словам реставраторов, все механизмы и интерьеры в здании можно полностью восстановить. Реконструкция в усадьбе идет уже не один год. Удивительно, но работникам никак не удается закончить этот проект. Мистик утверждает, что всему виной древнее проклятие. Якобы в этом месте обитают темные силы и открывать его для публики нельзя. Какая угроза скрывается в стенах исторического памятника? Кто и почему проклял это место? И кто стал жертвой зачарованного дома? Вот так в 60-е годы 19-го века выглядела усадьба графа Шереметьева в Останкине. Мало кто знает, что в одном из зданий этой усадьбы император Александр Второй подписал проект отмены крепостного права в России. Судьбоносное решение было принято во время спектакля в знаменитом дворце-театре. Это уникальное сооружение в конце 18-го века построил граф Николай Шереметьев. По легенде жители окрестных деревень пытались отговорить своего барина. Якобы земля, на которой он хотел построить театр, проклята. Останкино является достаточно интересным и мистическим районом Москвы. Считается, что до 15-го века это был фактически окраина Москвы и там практически никто не селился. Первая легенда с Останкино связана с тем, что в 13-м веке там поселилась изгнанная из Москвы за колдовство, привороты, порчу и связь с дьяволом потомственная ведьма Агафья. Шереметьев не был суеверен, но через 8 лет после открытия театра его жена, бывшая крепостная актриса Прасковья Ковалева-Жемчугова умерла при родах. До свадьбы с Барином она играла в Останкинской труппе, исполняла главные роли в двух спектаклях. По сюжету обе ее героини умирали. Самое удивительное, что по рассказам других актеров перед дебютом Прасковья встретила в усадьбе горбатую старуху и та отговаривала девушку выходить на сцену. Она сказала, где две смерти, там и третья за ней идет. Жемчугова, естественно, не послушала старуху и продолжала репетировать, сыграла в этих спектаклях. Впоследствии при родах, при беременности она умерла. Если верить легендам, эта же старуха явилась и тогдашнему правителю Павлу Первому. Он был почетным гостем на одном из Останкинских спектаклей в 1801 году. Вскоре после посещения усадьбы Шереметьевых императора убили. И она подошла к нему и что-то с ним говорила. О чем она говорила царю никто не знал. Но впоследствии чуть позже Павел Первый сказал, теперь я знаю день своей смерти. Получается, что старуха предсказала ему день, когда он будет впоследствии задушен в Михайловском замке. В труппе Останкинского театра было около трехсот человек. Почти все крепостные. По словам историков, многие из них покончили с собой, утопились в Актеркином и Останкинском прудах. Из-за того, что они плохо играли на спектаклях, их часто пороли на конюшнях или в подвале дома, в результате чего многие решались свести счеты с жизнью и кончали жизнь самоубийством в этих прудах. Позже эти пруды были засыпаны и на них был построен телевизионный комплекс АСК-3. Сам дворец также стоит на старинном кладбище. Суеверные жители окрестных районов говорили, что шереметьевские холопы пляшут для господ на костях. Останкино, которое произошло от Останкова, которое, как вы понимаете, имеет в своем корне слово Останки, то есть человеческие кости. И поэтому это место изначально имеет не очень хорошую энергетику. В столичных архивах историки нашли упоминание, что в 13 веке на этой земле было так называемое кладбище проклятых. Первой здесь похоронили ведьму Агафью, ту самую старую горбунью. Ее просто скинули в яму и засыпали землю ее тело, поэтому она считается неупокойной. Не были соблюдены определенные ритуалы, надо сказать, что для представителей темной стороны магии тоже есть определенная ритуальная составляющая, как их необходимо хоронить. Это место стало считаться проклятым, то туда начали свозить трупы разного рода самоубийц, людей, умерших неправедной смертью. И по христианским обычаям их нельзя было хоронить на кладбищах. Поэтому их привозили вот в этот овраг. По мнению исследователя паранормальных явлений Василия Попова, именно темная энергия этих людей может быть причиной проклятия. Если мы представим Останкина как некий генератор частот смерти, разложения, убийств, жертв, крови, это некая волна, которая распространяется в пространстве. Реконструкция усадьбы идет уже более пяти лет. Мистики уверены, что это призрак Агафьи не дает реставраторам закончить работу. Однако сами эксперты объясняют затягивание сроков высокой сложностью проекта. Механизмы сцены сделаны из дерева. Их восстановление требует особенного подхода. Любая ошибка в расчетах может навсегда погубить уникальное строение. Тем не менее руководители проекта реконструкции заявили, к концу следующего года дворец театр будет полностью отреставрирован. Возобновятся ли спектакли на уникальной сцене неизвестно, но власти города планируют открыть музей для посетителей уже через два года. Правительство Финляндии выплатило компенсацию оправданному заключенному. Нильс Густавсон получил 44 900 евро. Этот человек единственный, кто выжил в так называемой резне на озере Бодом. В 1960 году неизвестный зарезал троих подростков. У полиции было несколько подозреваемых, но в преступлении обвинили именно Густавсона. Почему суд по делу состоялся только через 44 года? Как Нильс из пострадавшего превратился в обвиняемого? И кто на самом деле убил этих детей? Нильса Густавсона оправдали, но два месяца он провел в тюрьме. После слушания Нильс дал свое первое и пока единственное интервью. Был невиновен, вот и все. У нас были хорошие отношения, они были моими товарищами. Но как пострадавший от рук убийцы вообще попал в список подозреваемых? И почему слушания по этому делу начались только через 44 года после преступления? Вот так сегодня выглядит озеро Бодом на юге Финляндии. Именно здесь 5 июня 1960 года случайные прохожие обнаружили тела четырех подростков. Два юноши и две девушки они отправились отдохнуть на выходных с палаткой. Это скорее пикник такой на известное достаточно туристическое место. Прибывшие на место преступления полицейские были уверены, что подростки мертвы. Нападение произошло ночью. Убийца наносил удары ножом прямо через ткань палатки. Казалось, что у детей не было шансов спастись. Но Нильсу Густавсону повезло. Он сумел выбраться из палатки. Мальчик сильно пострадал, но выжил. Когда его привели в чувство уже в больнице, он ничего не мог вспомнить. Первые его слова были, когда он начал осознавать произошедшее, что со мной случилось, я попал под машину. Полицейские опросили местных жителей. Выяснилось, что в день убийства недалеко от места преступления видели мужчину на велосипеде. Чтобы помочь Нильсу вспомнить события той ночи, врачи гипноз. Его ввели в состояние транса, и он сказал, что что-то набросилось на меня с красными глазами полной ненависти. Вот в руках у него был нож, соответственно, вот он начал свой кровавый танец. Эксперты составили фоторобот предполагаемого убийцы. У следователей было трое подозреваемых. Первым арестовали Пенте Сойнинина, страдавшего психическим расстройством. Он сразу признал свою вину, но после допроса его отпустили. Он не смог назвать детали преступления. Вторым подозреваемым стал Вальдемар Гиллстром. Владелец киоска, торговавшего всякой мелочевкой около озера, он лютой ненавистью ненавидел туристов, при том, что его киоск собственно за счет их и существовал. Тем не менее, было известно, что у него было такое хобби, он любил ходить по ночам, их пугать, причем пугать не в шутку, он камни кидал в палатки и так далее. Третьим подозреваемым стал немец Ханс Асман. Спустя 32 часа после убийства, он появился в отделении ближайшей больницы в состоянии сильного потрясения. На нем была окровавленная одежда, кровь была не его. Он в больнице вел себя крайне странно, проявлял очень большой и такой очень возбужденный интерес к новостям, которые газеты по поводу бодомского убийства печатали. Полиция заинтересовалась Асманом, но у того было алиби. По документам, в момент убийства он находился в Германии. Версию о незаконном пересечении границы следователи не рассматривали. За 44 года все трое подозреваемых умерли. Двое из них покончили с собой. Причем владелец киоска Вальдемар Гилстром на седьмую годовщину резни на Бодомском озере утопился в этом водоеме. Ханс Асман умер своей смертью в доме престарелых. В это сложно поверить, но лишившись основных подозреваемых, финская полиция обвинила в убийствах выжившего в резне Нильса Густавсена. Следователи заявили, что у них появились новые улики, результаты экспертизы частиц, взятых с одежды и обуви убитых. Они мотивировали тем, по версии полиции, что он был жив. Они думали, что он, убив их всех, девчонок из-за ревности, молодого человека из-за соперничества, занялся каким-то членовредительством. Мне, как адвокату, сложно представить, как мальчишка 18 лет мог вот так вот нанести себе ранение и быть в бессознательном состоянии. Недавно главный следователь уголовной полиции Хельсинки Ваас Яри Неоланьеми сделал новое заявление. Он утверждает, что полиция нашла настоящего убийцу, но его имя не разглашается. Якобы маньяк уже умер, а имя его держится в тайне, чтобы не навредить его родственникам. В Ливане католики марониты требуют вернуть мощи Махалуфа Шарбеля в храм Святого Марона в монастыре Аннайя. В мае этого года исполняется сто лет со дня рождения монаха Шарбеля. Считается, что его нетленные останки творят чудеса. По словам верующих, просто взглянув на мощи или прикоснувшись к ним, можно исцелиться от любой болезни. Долгое время тело Шарбеля хранилось в стеклянной витрине одного из храмов местного монастыря, но недавно на месте мощей появился закрытый деревянный гроб. Монахи уверяют, что тело святого все еще в храме, но верующие убеждены, закрытый саркофаг пуст. Почему служители монастыря спрятали святыню? Что скрывают священники и как ученые объясняют чудо нетленных останков монаха? Нахат Эль-Шами считают живым доказательством чудотворной силы святого Махлуфа Шарбеля. Сложно поверить, но раньше эта женщина не могла даже пошевелиться. В 55 ее парализовало. Данный случай врачи называли безнадежным. По словам Нахат, она попросила о помощи у Шарбеля и молитвы были услышаны. Однажды в ночь на 22 января 1909 ко мне во сне явился святой Шарбель. Он сказал, что исцелит меня и провел операцию прямо во сне. Когда я проснулась, то увидела рубцы на своей шее. Видите, здесь до сих пор остались шрамы. После этого паралич прошел. Я снова смогла ходить. Махлуфа Шарбеля еще при жизни называли святым. Чтобы встретиться с монахом, паломники со всего мира приезжали в монастырь Аная в Османской империи. Считалось, что этот монах исцеляет любые болезни. Но себя вылечить Шарбель не смог. Он умер от лихорадки в 1898 году. По легенде, спустя несколько лет после похорон над его могилой появилось свечение. Монахи вскрыли захоронение. Оказалось, что тело Шарбеля нетленно. Он выглядел так же, как в день погребения. Все дело в том, что его душа она не ушла туда, куда должна была уйти, осталась рядом с телом. Энергетика посланца Бога или высших сил, она совершенно другая, чем у человека, и она меняет саму структуру физических тканей. Они становятся абсолютно другими. Самое удивительное, что нетленное тело Шарбеля мира тачит. По расчетам ученых, если из останков святого за день выделяется хотя бы 3 грамма жидкости, то он уже должен потерять более 80 килограммов влаги. Это должно было превратить мощи в мумию, но такого не произошло. Там обнаружили сукровицу, то есть это говорит о том, что тело практически живое. Объяснить это с точки зрения физики и остальных естественных наук практически невозможно. Мы можем объяснить это только как чудо, данное свыше Господу Богом. В монастырь Аная ежедневно приходят тысячи писем от верующих. Все они просят об исцелении и возможности хотя бы на несколько секунд приложиться к мощам святого Махлуфа Шарбеля. Но с недавних пор монахи не отвечают на эти прошения. Сегодня мощи охраняют как драгоценность. Саркофаг с останками поместили за пуленепробиваемое стекло и закрыли железными решетками. Но от кого монахи защищают святыню. Некоторые эксперты предполагают что Шарбель на самом деле не умер а впал в литургический сон. Возможно именно поэтому его тело так и не начало разлагаться. Конспирологи считают что деревянный гроб в монастыре пустой. Якобы останки отправили в секретную лабораторию для исследований. Просто решили проверить действительно ли он в таком состоянии. Не обманывай. В такое состояние входят монахи. то есть они сами себе регулируют свою температуру. Весь организм все свои органы они приводят в такое состояние что они консервируются. И считается это не только на 50 лет а даже и на многие тысячелетия. Но скептики уверены останки монаха не изучают а реставрируют. Дело в том что тела католических святых как правило бальзамируют и покрывают воском. То есть практически превращают их в восковые статуи. Внешне умершие выглядят как живые а состав покрывающей останки при определенных температурах выделяет жидкость. Власти Ливана утверждают что мощи Шарбеля не подвергались никаким воздействиям и все еще хранятся в монастыре. А для паломников в области Кесруан правительство установило гигантский памятник святому. Высота монумента 27 метров а вес более 40 тонн. Верующие считают что у этой статуи уже появилась особая энергетика. К новой достопримечательности выстраиваются многокилометровые очереди из желающих исцелиться. Выдающийся французский математик Блес Паскаль говорил я только с теми кто ищет истину. С вами был Олег Шишкин и вы смотрели программу Загадки человечества Давайте искать истину вместе. Игорь Негода